Здравствуйте! Каждый час о событиях страны и города для вас сюжет и корреспондентов главного телеканала Одессы. 19.00 в студии Антон Равицкий. Вы смотрите «Время Одессы» на Первом городском. 19.00 в студии Антон Равицкий. Они были участниками обыска. Они были жители Волынской области. Как по мне, это очень интересный факт. В кавычках интересный. Священнослужитель проходит свидетелем по делу опального активиста Антона Давиченко, задержанного по статье «Сепаратизм». В квартире настоятеля провокационных материалов не обнаружили. Где сейчас находится Олег, его семье неизвестно. Духовенство Одесской парки, возмущенное действиями СБУ, отправило открытое обращение на имя Александра Турчинова. Священник находится всегда рядом с людьми в церкви. Это публичный человек. И вы всегда можете узнать его позицию, задать вопрос, услышать его на проповеди. Всегда в церкви среди людей. И в каких-либо действиях, в силовых структур, в этом не было не то, что необходимости. Это бездумно и, конечно, приводит к глубокому возмещению. В защиту отца Олега прихожане собирают подписи. Священник проповедовал в храме святой Татьяны, который построил нардеп Сергей Кивалов. Комментируя ситуацию, политик заявил, церковь живет по своим канонам. Дмитрий Далматов, Первый городской. Радикалы против радикалов. Черносотенец Раевский из России задумал убить лидера Одесского правого сектора Сергея Стерненко, называющего себя Берией. О кровожадном намерении мужчина сообщил в интернете. Кто открыто призывает резать бандеровцев и сам готов пойти на убийство, расскажет Екатерина Лапицкая. Россиянин Антон Раевский готовил покушение на лидера Одесского правого сектора Сергея Стерненко. Об этом активист Черной сотни заявил в интернете. Раевский надеялся на содействие представителей антимайдана. Но на Куликовом поле поддержки не нашел и уехал из Украины. Местного лидера правого сектора. К сожалению, моя инициатива не нашла отлика. Мне отказали в этом. Причем я не только предложил, но я и выступил исполнителем данного плана. То есть я готов был убить лидера правого сектора Одессы. Сторонник правого сектора Сергей Гуцалюк считает, Антон Раевский пытался дестабилизировать ситуацию. Все ради того, чтобы повторить крымский сценарий. Напомню, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициировал массовое разоружение бандформирований. Причиной послужили события 31 марта. Тогда нетрезвый боец правого сектора ранил трех человек. Двое самооборонцев находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии. В правом секторе пообещали отправить зарегистрированное оружие в сейф. Нелегальное отдать нацгвардии. Екатерина Лапицкая, Первый городской. Реконструкция Аркадии в центре конфликта. Гражданские активисты второй день в буквальном смысле атакуют стройку. Говорят, хотят встретиться с застройщиком и увидеть проект реконструкции. Застройщик общаться с возмущенными общественниками не хочет. Правый сектор и гражданская самооборона Одессы тоже решили вмешаться. Кто кого в сюжете Дарья Степаненко. Подготовительные работы в Аркадии незаконны. К такому выводу пришли инспекторы архитектурно-строительного контроля. Сегодня представителю подрядчика было вручено предписание об их прекращении. Впрочем, работы со стадии подготовительных давно перешли в строительные. Очень тонкая грань между ними. Обычно подготовка мощения – это подготовительные работы. Мы на них акцентируемся сейчас. Во время первой инспекции Аркадии активисты сломали забор. На следующий день ограждение восстановили. По тому настройку они снова прорываются со скандалом. Откройте сейчас ворота, для того, чтобы люди не прибегали к силе. Вы сейчас незаконно захватили территорию города Одессы. Войти на огороженную территорию удалось. Строительство идет полным ходом, но общественники не верят, что аллею отстроят к маю. Кроме того, они требуют, чтобы план реконструкции согласовали с ними. Так под шумок, под коверно все это производить невозможно. А тем более при условии возбужденного уголовного дела. Как по факту незаконного начала строительства, так и по факту вырубки деревьев, изменения ландшафта и прочего. Работы по реконструкции Аркадийской аллеи начались несколько месяцев назад. Но общественность возмутилась ими только сейчас. Обнаружилось, что в Аркадии возник огромный котлован. Мирить застройщиков и протестующих взялся горсовет. Мы будем садиться за круглый стол с общественностью, будем поднимать вопросы, которые их непосредственно интересуют. И дальше уже будем как-то непосредственно закрывать то, что, по их мнению, считается незаконным. Договорились встретиться с представителями управления архитектуры 3 апреля в Горсовете. Если общественники добьются прекращения работ, Аркадия рискует остаться в таком неприглядном виде надолго. Дарья Степаненко, Алексей Кулигин, Первый городской. Информация о минировании железнодорожного вокзала оказалась ложной. Утром аноним сообщил, что на вокзале бомба. На место прибыли милиционеры, спасатели и взрывотехники. Здание вокзала оцепили, эвакуировали пассажиров и персонал. Всю территорию обыскали, но бомбу не нашли. Напомним, последний раз подобное ложное сообщение поступало в милицию 23 марта. Шутникам в случае поимки грозит от 2 до 7 лет. Частичная мобилизация и призыв в Национальную гвардию. Страна повышает обороноспособность. На обмундирование и вооружение деньги выделяются из госбюджета. Помогают даже частные предприниматели. Для мирного населения защита предусмотрена заранее. В каком состоянии одесские убежища проверял Юрий Гальченко. Геннадий Александрович следит за убежищем по улице Транспортной. Работа непростая. Площадь огромная, 540 квадратных метров. Вентиляция, водоснабжение. Если что-то выходит из строя, задача Геннадия Александровича – быстро найти мастера и все исправить. Просить рабочих, чтобы все делали, красили. Что-то еще ремонтировать, если что-то поломалось. Это убежище построено в 1975 году и рассчитано на 200 человек. 10 из них – обслуживающий персонал. В первую очередь укрытие предназначено для работников крупных предприятий. Здесь есть почти все необходимое – средства личной защиты, лежаки, аптечки. В целом помещение полностью автономно. Если прекратится подача электроэнергии, система жизнеобеспечения будет работать. Для этого нужно постоянно крутить такие рычаги подачи воздуха. Всего рычагов 12. В случае беды в убежище можно находиться двое суток, не выходя на поверхность. Существенный минус – отсутствие еды, ее нужно приносить с собой. Убежище образцово-показательное, все подкрашено и блестит. А вот противорадиационное укрытие на территории областной государственной телекомпании. Его специально переоборудовали в 1958 году. Оно рассчитано на 80 человек. Восемь из них – персонал. Правда, тут из защиты есть только респираторы. Но они уже не годны. Существует три степени готовности защитных сооружений. Это когда готовы, ограничены готовы и не готовы. У нас есть все три, к сожалению, степени готовности. По городу расположено более 300 таких убежищ и укрытий. Точное количество – информация секретная, чтобы враг не узнал. Юрий Гальченко, Эдуард Шендорович, Первый городской. В Санкт-Петербурге исполнили национальный гимн Украины. Уличный музыкант сыграл его на трубе у входа в метро. Импровизация оказалась необычайно увлекательной для случайных прохожих. Они подытожили выступление выкриками «Слава Украине!» и многочисленными аплодисментами. «Слава Украине!» Напомню, немногим ранее в интернете появилась рок-версия гимна Украины. Ее исполнил харьковчанин Никита Рубченко. На студии звукозаписи мужчина самостоятельно исполнил все музыкальные партии. Рок-гимн оказался невероятно популярным. Это было время Одессы на Первом городском. О событиях вам рассказывали наши корреспонденты и я, Антон Равицкий. Следующий выпуск в 21.00. Оставайтесь с главным каналом Одессы. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова